ГК Росатом приняла решение принять головной универсальный атомный ледокол проекта 22-220 Арктика до замены правого грибного электродвигателя, сообщает пресс-служба госкорпорации. В феврале этого года во время пуска наладочных работ на головном универсальном атомном ледоколе произошел отказ обмотки носового статора правого грибного электродвигателя. Межведомственная комиссия установила, что данный механизм не подлежит ремонту и требует демонтажа. По гарантийным обязательствам на производство и поставку грибного электродвигателя потребует до 15 месяцев. Учитывая возрастающую интенсивность судоходства в акватории Северного морского пути, было принято решение принять атомный ледокол, не дожидаясь установки нового электродвигателя, говорится в сообщении. По данным ПАО ЦКБ «Айсберг», отклонения от проектных характеристик судна будут незначительными, что позволит атомоходу эффективно работать в Арктике. Мощность ледокола составит 50 мегаватт, потеря ледопроходимости составит до 20 сантиметров, а скорость 0,6 узла. Замена грибного электродвигателя будет произведена в период с августа по ноябрь 2021 года. В это время в акватории Северного морского пути услуги атомохода не востребованы. 23 июня ледокол вышел на заключительный этап ходовых испытаний. В ближайшие три недели на Балтике будет проверена работа механизмов и оборудование ледокола, протестированные работы грибной электрической установки и маневренные характеристики судна, спасательные средства и системы навигационного оборудования. Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений, в альдах и на чистой воде и других задач. Длина каждого ледокола составляет 173,3 метра, ширина 34 метра, мощность 60 мегаватт, ледопроходимость 2,8 метра. Ледоколы имеют двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения RITM-200. Специально разработаны для этого судна. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических морских водах, так и в устьях полярных рек. ФГБУ «Национальный парк Курская коса» дал официальное разрешение на посещение территории туристическим группам, сообщила Интерфаксу во вторник пресс-секретарь учреждения Ольга Большакова. Мы принимаем организованные туристические группы с 23 июня. Для посещения открыты три туристических маршрута, семь экологических троп, а также музейный комплекс «Визит-центр». На последнем работают экскурсоводы нацпарка. На других объектах аккредитованы экскурсоводы, которые представляют туристические фирмы или занимаются персональными турами. Также посетители могут воспользоваться нашим электронным гидом, рассказала Большакова. По ее словам, пока что закрыт такой интересный и популярный объект, как историко-этнографический музей «Древняя Самбия», представляющий поселение викингов. Но нацпарк намерен запустить его в начале июля. Первые туристические автобусы мы ожидаем уже в предстоящие выходные. При этом организаторы групповых туристических поездок должны согласовывать с администрацией нацпарка продолжительность количества участников и маршруты проведения экскурсий, отметила пресс-секретарь. Как сообщалось, в марте посещение Куршской косы было запрещено из-за пандемии коронавируса. Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 километров. Российская часть составляет 48 километров, литовская – 50 километров, шириной от 400 метров до 4 километров. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пляжи косы очень популярны в России и Литве из-за малого количества отдыхающей и красивого пейзажа. Правительство Архангельской области ввело дополнительное ограничение на посещение Соловецкого архипелага. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, суда, прибывающие в архипелаг, будут помещаться на карантин. Членам экипажей и пассажирам всех судов, прибывших в морской терминал Соловков, запрещен сход на берег, если со дня прибытия судна в указанный морской терминал прошло менее 14 календарных дней, говорится в сообщении. Этот запрет не будет распространяться на случай перевозок водным транспортом ООО «Судоходная компания Арктик Рейд». По спискам, представленным администрацией сельского поселения Соловецкое, а также в других случаях по решению оперативного штаба и перевозке грузов. Министерству транспорта поручено совместно с акционерным обществом «Аэропорт Архангельск» обеспечить прекращение обслуживания на посадочной площадке Соловки всех авиарейсов, кроме рейсов, выполняемых акционерным обществом 2-й Архангельский объединенный авиаотряд, а также в иных случаях по решению оперативного штаба добавили в пресс-службе. Также власти запретили открывать детские оздоровительные лагеря в регионе до особого распоряжения. Учредителям и руководителям организации запрещено бронирование мест, продажа путевок, приема и размещения детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Архангельской области, на смены в летний период 2020 года. Организация и осуществление проезда к месту отдыха и оздоровления детей, расположенных за пределами региона, в составе организованной группы детей на смены в летний период 2020 года, отмечается в релизе. Как сообщалось ранее, руководитель оперштаба по морю Артем Вахрушев призвал туристов не ездить на Соловки, несмотря на разрешение властей соседней Карелии. В Архангельской области продажа авиабилетов и билетов на водный транспорт была разрешена только жителям Соловков по спискам администрации Соловецкого сельского поселения или в исключительных случаях по решению оперштаба. Девять древних берестяных грамот нашли сотрудники Института археологии РАН на Роскопе Дмитриевский-3. В историческом центре Великого Новгорода сообщили Интерфаксту новгородской экспедиции института. На Роскопе Дмитриевский-3 на территории усадьбы времен Золотой Орды обнаружены уже девять таких посланий из прошлого, сказал собеседник агентства. По мнению ученых, здесь проживали зажиточные новгородцы. Примечательно, что дом на усадьбе целых шесть раз горел. Когда он сгорал, на его месте строили новый, потом он снова сгорал и снова строили. И так шесть раз, и это удивительно, добавили в экспедиции. Найденные грамоты ученые предварительно датировали 14-15 веками. Одна из них, представляющая собой завещание, состоит из двух частей. Раритеты в целом имеют хорошую сохранность. Изучением грамот в настоящий момент занимаются члены корреспондента РАН Алексей Гиппиус и Петр Гайдуков. Тексты некоторых из этих грамот очень интересные, можно сказать, сенсационные. Другие грамоты представляют собой, в общем, обычные для древнего Новгорода долговые записи, отметили в экспедиции. Предполагается обнародовать тексты уже в июне. В общей сложности на Роскопе Дмитриевский-3 у Академического театра драмы сотрудники Института археологии за несколько последних месяцев сделали около 1400 находок. В числе редкостей – актовые печати 15 века великого князя Семена Гордого 14 века и новгородского посадника Федора Даниловича. Последствия разлива нефтесодержащей жидкости на Дюсушевском месторождении ликвидированы. Об этом на оперативном совещании главы региона доложил руководитель профильного департамента Альберт Чабдаров. Пользователь промысла произвел работы с собственными силами, без привлечения МЧС и спасательных формирований. Разгерметизация скважины номер 6 Дюсушевского нефтяного месторождения была обнаружена 8 июня в 8 часов 45 минут утра. По данным компании «Полярное сияние», разлилось около 10 тонн нефтесодержащей жидкости с обводненностью 90%, то есть концентрация нефти порядка 1 тонны. К аварии привела коррозия трубопровода. В результате жидкость с нефтью вылилась за пределы промышленной площадки на ближайший участок земли. Представители ООО «Полярное сияние» уложились в ранее оговоренные сроки и выполнили работы к воскресенью 14 июня. Собственными силами компании, без привлечения каких-то отрядов МЧС, были последствия ликвидированы. Как доложили сегодня с утра, уже все последствия ликвидированы. Помимо этого, Альберт Чабдаров сообщил о еще одном инциденте. От главы поселка Амдерма ранее поступило сообщение о масляных и топливных пятнах, которые он обнаружил на водной поверхности реки Амдерминка. Специалисты профильного департамента поквали на месте предполагаемого разлива. По итогам проверки ни в почве, ни в ручье, ни в морской воде следы нефтепродуктов не найдены. Соответственно, это была межрежуточная группа на рейсовом вертолете. Следов никаких на текущий момент нет. Что позволяет говорить о несущественности, если даже там и был какой-то разлив или из какой-то бочки что-то вытекло, о несущественности объемов, которые там разлились. По итогам лабораторной проверки информация главы муниципалитета не подтвердилась. Ни в почве, ни в ручье, ни в водных объектах следы нефтепродуктов не найдены.